Как такое возможно, что генеральный секретарь ООН говорит о ситуации в Сирии, о тяжелейшей гуманитарной ситуации, которая там сложилась, и ни слова не упоминают террористические организации? Ни Джабхат Ан-Нусру, ни УГИЛ, ни слова не упомянуто в выступлении генерального секретаря. Как будто те беды, которые обрушились на Сирию, это примерно то же самое, что ураган, который разрушил Гаити. Действительно, мельком спецпредставитель генерального секретаря господин Стефан Демистуру упомянул и Джабхат Ан-Нусру, и УГИЛ, но он собирается с достоинством провожать Джабхат Ан-Нусру из восточного Алеппо в их, так сказать, столицу, захваченный ими город Идлиб, да еще от имени генерального секретаря. О каком достоинстве вы ведете речь? О каком достоинстве террористов вы ведете речь? Передо мной выступала моя американская коллега, сказала, что Соединенные Штаты продолжают бороться с Нусрой, а вот споксмен Государственного департамента по-другому разъяснил ситуацию. Сказал, что Соединенные Штаты борются с ИГИЛ, а вот после того, как Нусра ушла в города, Соединенные Штаты перестали бороться с Нусрой. Значит, жители ИГИЛ восточного Алеппо должны оставаться заложниками этой террористической организации. Здесь сидят представители некоторых стран в зале, о которых все знают, что они финансируют и оружием снабжают террористические группировки. И Нусру, и ИГИЛы, и некоторые другие, которые почему-то никак не попадут в список террористической организации Совета Безопасности. Вот прекратите снабжать террористов оружием и деньгами. Я вас уверяю, что гуманитарная ситуация в Сирии очень быстро, очень быстро исправится. Не в состоянии Соединенные Штаты ни своих союзников региональных привести к порядку, ни, так сказать, нусровцев, выпущенных ими, как джинны с бутылки, привести к порядку.